Сегодня Церковь совершает праздник в честь Его Рождества. Чтобы праздновать Рождество Святых, нет, всегда праздновать День Упокоения. Но Церковь выделила, что празднуется Рождество Иоанна Претечи, Пресвятые Богородицы и праздник. Сейчас Церковь прочитает поисование об этом, чтобы не было предвзятости. Говорят, что какой праздник? Сегодня Иван Купала. Вы думали, что Иван Купала сегодня праздник? А что Рождество Иоанна Претечи знают люди? Спроси Фейха в деревню, никто не знает, но Иван Купала все знают. Считайте. Святой Пророк и Претечи Господень Иоанн Креститель. Как поисует евангелист, Иоанн Гритлуки, родители Святого Пророка Иоанна, Претечи, Праведный Захария и Праведный Ильсавета, жившие в Хевроне, достигли преклонных лет, оставаясь бездетными по причине Бесподия Ильсаветы. Однажды, когда священник Захария возносил горячий молитв Бога в Иерусалимском храме, ему вдруг встал Архангел Гавриил по правую сторону жертвенника и предрек старцу скорое рождение сына, который станет правоизвестником Мессии, ожидавшегося Ветхозаветной Церковью. Пророчество Архангела Гавриила привело праведного Захария в сильное смущение. Усомнившись в словах Архангела, он стал просить у Господа знамение, которое подтвердило его услышанное. И мгновенно немота поразила маловерного Захарию. Вскоре также, как некогда Сара, зачавшая Исаакем в глубокой старости, узнала Ильсавета о рождении своего первенца. На пятом месяце беременности она удостоилась посещения своей родственницы, преблагословенной Девы Марии, уже носившего чреве предвечного благотельца. В праве на Ильсавете, исполнившейся благодати Духа Святого, первой открылась великая тайна, и она узнала в своей гости Матерь Божию. Святой Явр Претеча, взыграв о чреве Матери, такой радостью приветствовал Преснодеву, носившую Сына Божия. На восьмой день по рождению Претечи в дом Захария пришли родственники и священники, чтобы по еврейскому обычаю совершить над младенцем обряд обрезания. В доме царила великая радость. С рождением ребенка в семье снималось бесчестие, попущенное Господом. К этому дню полагалось дать младенцу какое-либо имя, и гости решили назвать его Захарией в честь отца. Однако святая Ильсавета, исполнившись пророческого дара, наставила на том, что у мальчика нарекли Иоанном, что значит по-явлейски благодать. Все были удивлены, ведь такого имени никто не носил в их роде. Недоумение разрешил сам отец младенца. На вопрос, как же все-таки назвать отрока, он написал на дощечке. И имя его Иоанн. И вдруг узы, связавшие его речь, разрешились, и святой Захария отверст уста своих. И воздав благодарение Господу, начал пророчествовать о явившемся в мир Мессии, о своем сыне Иоанне, предтече Господнем и о грядущих событиях. Когда родился Господь наш Иисус Христос в Вифлееме, и пришли волхвы с востока с распросами о родившемся царе юдейском, к Ироду, последний послал Вифлеем своих воинов, чтобы они избили там всех младенцев мужского пола. Не забыл он и о младенце Иоанне из Хеврона, о котором уже слышал много чудесных рассказов. Замышляя убить отрока Иоанна, он послал в Хеврон убийц. Однако в доме святого Захарии никого не оказалось. Когда началось избение младенцев в Вифлееме, вопы листоны дошли и до Хеврона. Святая Елисабета вместе с предтечей Иоанном ушла в Хевронские горы. Святой Захария в это время исполнял свою череду богослужения в Иерусалиме. Праведная Елисабета со слезами молилась Богу о защите. И когда с вершины горы она увидела приблизавшихся преследователей, то возопила от всего сердца, обращаясь к каменной глыбе. «Гора Божия, гора Божия, прими, Матерь, с чадом!» Как повествует церковное предание, гора вдруг раступилась, образуя пещеру, которую раскрыла Матерь с сыном. Негодуя на то, что праведное Елисабете с младенцем удалось скрыться, Ирод решил отомстить святому Захарии. Он послал к нему своего оруженосца с поручением узнать, где находится его сын. В случае отказа выдать сына, Ирод приказал убить праведного Захарию. Святой Захарий отвечал пришедшим, что местонахождение своего сына он не знает, и что сам он, Захария, не боится смерти от рук Иродовых наемников, так как верит, что Господь примет его душу. За эти слова он был убит между алтарем и жертвенником, и кровь его на мраморном полу сделалась как камень и свидетельство о преступлении Ирода. По преданию праведной Елисабеты, пребывая с младенцем Иоанном в пещере, чувствовала особое благоволение Божие, ибо прямо возле пещеры внезапно выросла финиковая пальма, кормившая беглецов своими плодами, и открылся источник воды. По прошествии сорока дней со времени убиения святого Захарии представилась и святая Елисабета. Мальчика, оставшегося в пустыне, взял на свое попечение ангел Божий. Так хоронил и покрывал Господь святого пророка Иоанна, чтобы уготовил он путь к грядущему спасителю рода человеческого. Празднование памяти святого пророка и притечи Господня Иоанна особенно распространено в Русско-Православной Церкви. В честь крестителя Господня Иоанна были возвигнуты многочисленные храмы и монастыри по всей России. Русские люди часто называют новорожденных именем Иоанна. Так же в честь притечи и притечи Господня Иоанна. Аминь. КОНЕЦ Спасибо.